Приветствую вас! Я думаю, что моим долгом будет задать вам вопрос сперва о том, где вы почитали про то, что сказки формируют сценарии проведения. Кто написал это? Такую выясню я имею ввиду. И почему вы приняли подобное за чистую монету? Определенно вас волнует то, что у вас не складываются по всей видимости какие-то отношения с молодыми людьми или может быть что-то еще, она с этим еще нужно будет разбираться. Пока же проблема, на мой взгляд, заключается в том, что вы, ну объективно, есть у вас установка, да, есть у вас установка, что, значит, теперь как раз из-за того, что ваша любимая, любимая скафта от золочков, значит, вы сами являетесь золочком. Ну, это, значит, это, я бы не сказал, что это так. Сценарий поведения всегда выдают родители. Именно родители выдают сценарий поведения, не сказка. Сказка несет в себе смысл, сказка несет в себе игру. В сказках люди реализуют, вот, знаете, ну, свои некие желания, потребности в сказках Сказка раскрываются на сущные проблемы людей, опять же. То есть, сказка это такая вот уникальная кладезь культуры. И никак сказки не могут влиять на, ну, на сценарий поведения. Если у вас такой сценарий есть, то, скорее всего, там родители. То есть, именно родители как-то, вот, спровоцировали, сами, может быть, того не желая, они спровоцировали вас на то, что вы вот следуете такой модели поведения, ну, вот, нежелательной для себя. И выйти из этого поведения, выйти из этой модели, из этого сценария. Можно только через, знаете, через, значит, осознание детско-родительского сценария. Вот. Но для этого, для осознания детско-родительского сценария, нужно забрать модели поведения, модели поведения ваших родителей. То есть, проработать детско-родительские отношения. И тогда, я думаю, что вы перестанете испытывать в себе негативные последствия этом. Но вы здесь не пишите о том, как именно влияет на вас, значит, вот эта модель поведения. То есть, что у вас именно не получается, что вы не можете, именно вы, сделать и так далее. Значит, я уже сказал, что сказка, это совсем не то, что влияет на человеческую жизнь. Сказка, это совсем не то, что делает нас какими-то несчастными. Сказка, это совсем не нравится. И, значит, соответственно, тогда, если мы с вами с этим соглашаемся, но я надеюсь, что мы с вами с этим согласимся, тогда нам нужно будет с вами сразу подумать о том, как можно было нам проработать те модели вашего поведения, которые вас не устраивают. И я рекомендую вам об этом как следует. То есть, я рекомендую вам самостоятельно проработать над, проработать, значит, свои модели поведения, проработать о своих ситуациях, которые у вас и есть. И, собственно говоря, отходя из этой ситуации, уже формировать направление работы с психологом. Ну, ага, сказки все-таки не стоит всегда включать там, потому что, как я уже сказал вам, я надеюсь, что вы меня услышите, что сказки – это кладезь фольклора, но никак не то, что несет человеку негатив. То есть, сказки – это совсем другое. Сказки – это мудрость, это опыт поколений, опыт истории, можно сказать. А то, что происходит с вами, это следствие вполне нормальных процессов, которые происходят на этапе, на любом этапе становления человека. Вот. И если вы, так сказать, постараетесь для себя вот это вот понять, если вы постараетесь для себя эти вещи принять, то я думаю, что вам будет гораздо проще самой. Вам будет гораздо проще, потому что, ну, объективно, значит, не сказка сделала. Вот. Значит, также я хотел бы, чтобы вы отдельно, значит, описали по возможности, значит, влияние, влияние именно на вас, значит, поведение, влияние на вас, негативное влияние на вас, вот этой вот, собственно, сказки, как вы говорите. То есть, если это сказка, да, то как это на вас влияет. Вот. Я бы хотел, чтобы вы это описали. И тогда вам будет гораздо проще, вам будет гораздо легче помочь. Просто потому, что будет как раз понятно, с чем мы имеем дело. Вот. А пока, пока, знаете, получается так, что вы верите в то, что вам вот сказали, то, что вы где-то прочитали, и этим вы объясняете свое поведение, да, этим вы объясняете, может быть, может быть, свои, ну, неудачи, может быть, вы этим объясняете свои проблемы и так далее. Но это не повод, это не туда вы идете, не туда вы двигаетесь, к сожалению, вам нужно двигаться в другом направлении. Вот. Надеюсь, свою мысль я вам донес. И надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Желаю вам всего доброго. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Если, значит, желаете оставить дополнение на свой вопрос, то, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я прочитал дополнение и на него ответил еще раз. Удачи вам и принятие верного решения относительно своей жизни.